Итак, друзья, майские праздники отгремели на всю катушку, и поэтому мы дальше продолжаем вести наш курс HTML-мастер. Спасибо вам, кстати, за лайки, за то, что делитесь моими видео. Сегодня мы будем продолжать знакомство с формами, и начнем, пожалуй, с поля для ввода телефона. Давайте мы скопируем поле для e-mail, вставим его пониже, и здесь давайте мы заменим e-mail на телефон. Отлично, required я тоже удаляю этот атрибут. Вот здесь, где у нас атрибуты for и id, значение меняем на фоны. Так, и для того, чтобы мы указывали поле для ввода телефона, нам значение атрибута type надо поменять на тело. С виду в десктопных браузерах это будет обычное текстовое поле, но если вы сидите, например, с телефона и щелкните по нему, то у вас вместо клавиатуры с символами появится клавиатура для ввода именно цифр. То есть там будут цифры, в общем, все нужные кнопки для ввода номера телефона. И сразу же давайте на радостях я вас познакомлю с еще одним очень интересным атрибутом, который называется MaxLens. Он указывает максимальное количество символов, которое может быть введено в форму. Ну, как вы знаете, номера телефонов, они ограничены по длине, я не помню, сколько там в международном формате, по-моему, 13 символов, но точно не помню. Ну, давайте проверим, например, введем сюда 5, давайте мы сейчас введем 1, 2, 3, 4, 5, и дальше, что я не нажимаю, у меня больше ничего не вводится. То есть максимально мы можем сюда ввести 5 символов. Давайте мы здесь поставим 13, и сразу говорю, что этот атрибут MaxLens вы можете применить и для ввода e-mail, и для ввода любого текста и так далее. Что ж, с этим, думаю, понятно. Теперь давайте переходить к следующему полю. Например, мы хотим попросить также нашего посетителя, копируем, вставляем ниже, ввести свой адрес сайта, если есть. Давайте мы напишем здесь, укажите сайт, и здесь давайте напишем, есть ли есть. MaxLens давайте мы уберем, давайте мы напишем, например, здесь веб, и тут, для того, чтобы это начало работать, мы указываем URL. Теперь наш браузер, он будет проверять здесь, помимо ввода данных, на правильность ввода данных. Например, давайте мы тут базово заполним что-нибудь. Так, и тут, например, я введу абракадабру, нажму отправить, и видите, видите URL сайта. Мы, покуда не введем нормальный адрес, http://mastercss.com, и вот теперь мы сможем это все дело отправить. То есть идет проверка, поэтому можете тоже это использовать. Кстати, на мобильниках тоже вот эти поля новые, e-mail, телефон, сайт, когда мы на них щелкаем, если браузер там продвинутый, то там будет выводиться соответствующая клавиатура для ввода именно сайта, телефона, e-mail. Специально будет подобраны символы, которые чаще всего вводятся. Следующее поле, мы его сразу же предупреждаю удалим отсюда, потому что оно тут никак не вписывается. Это поле для поиска по сайту. Так, сразу говорю, что оно изначально не работает. Для этого нужен обработчик. Давайте мы поменяем значение атрибутов на поиск. Здесь введите запрос. Ну, укажите сайт, пускай остается эта надпись, потому что мы ее сразу удалим, это поле отсюда. Так вот, друзья, для того, чтобы это работало, нам необходимо указать атрибут сейч. И теперь смотрите, в чем разница. С виду такое же поле, но когда мы начинаем его вводить, у нас здесь появляется крестик. Если мы его нажмем, поле начнет очищаться. Итак, в принципе, с этим полем понятно. Теперь давайте мы его отсюда удалим. Оно нам тут не надо. И введем последнее на сегодня поле. Оно уже достаточно старое, используется давно. Вот тут вот. Например, это будет форма регистрации на сайте, да, и мы тут пишем, укажите пароль. Так, здесь введите пароль. Здесь давайте поменяем на pass. А вот значение атрибута type у нас будет pass. Вот так вот. И теперь смотрите, когда мы вводим сюда любую информацию, она прячется за точками. Вот так это дело все работает. Ну что ж, друзья, в принципе, на сегодня все. Надеюсь, урок вам был полезен и понравился. Всего хорошего. На связи с вами был Серега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь этим видео в своих социальных сетях.